Разногласия между Америкой и Турцией по поводу курдов и их участия в операции против террористов ИГИЛ становятся все более очевидными. Представитель Госдепа отказался признать сирийских курдов террористами, а президент Турции в ответ потребовал от американцев выбрать, на чьей они стороне. На этом фоне в ООН на заседании Совета Безопасности подсчитывали доходы террористов из ИГИЛ, с которыми как раз и борются курды, от торговли нефтью. А представитель российского МИДа в Москве опровергала заявление об использовании в Сирии неуправляемых бомб. И подробнее обо всем в репортаже Кирилла Бранина. Доклад Организации Объединенных Наций, казалось бы, констатирует очевидное. Ведь все и так знали, что основной доход террористов, запрещенный в России группировки «Исламское государство», продажа нефти с захваченных в Сирии и Ираке месторождений. Авторы документа говорят и о масштабе этой торговли. Полмиллиарда долларов за прошлый год. Деньги, которые пошли на оружие и зарплату наемников. Не говорят в ООН только об одном. Кто же оплатил этот террористический банкет? Данные, представленные государственными членами ООН и схемы возможных маршрутов, которые использует «Исламское государство» для незаконной торговли нефтью, не могут быть независимо подтверждены Организации Объединенных Наций. Что мешало провести оценку, например, вот этих видеокадров российского Министерства обороны, на которых нефтяные караваны боевиков пересекают границу с Турцией, вопрос, видимо, риторический. Организовать такой бизнес без участия властей страны невозможно. Но признание очевидного означало бы обвинение Анкары в нарушении недавно принятой резолюции Совбез ООН, которая обязывает пресекать любую помощь террористам ИГИЛ. Такое в современной западной дипломатии представить сложно. Значит, они сейчас организуют комиссию, которая будет это дело долго-долго расследовать. Эта комиссия будет ездить, что-то инспектировать и так далее. То есть процесс очень сильно затянется. В этом смысле такого рода организациям довольно легко выйти бюрократическим способом из сложной коллизии политической. С другой стороны, еще недавно сложно было представить себе, что в турецкий МИД вызовут американского посла и потребуют объясниться. Причина – заявление представителя Госдепа, который, несмотря на настойчивые просьбы Анкары, отказался признать сирийских курдов террористами. Эта ситуация для нас не нова. Турция выражает опасения по этому поводу на протяжении некоторого времени. Мы не считаем Курдскую партию Демократический Союз террористической организацией, но признаем мнение Турции, которая считает ее таковой. Даже лучшие друзья не должны соглашаться друг с другом во всем. Курды являются эффективными бойцами с исламским государством внутри Сирии. И мы обеспечим им поддержку. Скандал получил продолжение. Президент Турции сегодня задал прямой вопрос американским союзникам. На чьей вы стороне? Ответа пока нет. Впрочем, в Госдепартаменте и так, где могут, демонстрируют поддержку Эрдогану. Например, обвиняя Россию в гибели мирных граждан во время бомбардировок в Сирии. Но, как обычно, без доказательств. Мы считаем совершенно неприемлемыми заявления, публичные заявления представителей США о том, что Россия использует в Сирии неуправляемые бомбы, которые якобы убивают мирных жителей. Это абсолютные домыслы. Это информация, которая не подкреплена никакими фактами. К журналистам Мария Захарова вышла в форме сотрудника внешнеполитического ведомства. В честь Дня дипломата, который отмечают сегодня. Никаких милитаристских намеков, как кому-то могло бы показаться. Ответили в российском медиа на обвинение в нежелании идти на контакт с турецкими властями. Страна не уходит от диалога. Вопрос, о чем говорить. Та линия, которой продолжает придерживаться правительство Турции, а именно категорический отказ принять и признать свою вину за уничтожение российского самолета и гибель военнослужащих. Упорное нежелание наказать причастных к этому преступлению лиц. Постоянная пропаганда в отношении деятельности России в Сирии. Продолжение использования двойных стандартов в борьбе с международным терроризмом. Вот это все не создает каких-либо предпосылок для возобновления полноценного диалога с Турцией в какой-либо обозримой перспективе. Перспектива эта становится все более туманной на фоне заявления официальной Анкары о том, что российские бомбардировки чуть ли не главная причина роста потока беженцев, в том числе в Европу. Заявления, активно поддержанные и растиражированные союзниками по НАТО, по словам экспертов, имеют довольно простое объяснение. Как только сирийская армия при поддержке нашей авиации действительно пошла вперед и стала добиваться реальных успехов, Запад и их союзники, которые на самом деле все эти годы разжигали конфликт в Сирии, просто-напросто поняли, что они могут потерять эту ситуацию полностью, а Башарас от сирийской армии могут победить. Попутно есть, несомненно, и достаточно злобный, на мой взгляд, замысел Турции. Во-первых, Турция хотела бы под этим предлогом ввести войска в Сирию и расчленить эту страну, о чем они давно, в общем, на самом деле говорили, к чему они действительно стремились. А во-вторых, мне кажется, что они пытаются напугать нас втягиванием НАТО в этот конфликт. О турецких планах по разделу Сирии не говорил в последнее время только ленивый. Чем заметнее становятся успехи сирийской армии, тем больше Анкара играет на обострение, угрожая, например, ввести войска в Сирию якобы для защиты Алеппо от правительственных сил. При этом намекая на то, что воевать будут, если что, не одни. За примерами далеко ходить не надо, ведь сбив российский бомбардировщик, Анкара первым делом обратилась за поддержкой в НАТО. И хотя тогда Альянс, пытаясь сохранить лицо, согласился с турецкой версией событий, там все же ясно дали понять, участвовать в конфликте никто не собирается. Но для Турции это, похоже, не повод прекратить попытки столкнуть союзников с Россией.